Каждый человек пытается как-то победить свою судьбу. Я серьезно много лет изучал вот эту вот тему, как установить отношения, как справиться с судьбой. И я заметил, что большинство людей, они пытаются решать вопрос, непосредственно общаясь с кем-то. То есть, допустим, муж с женой пытаются установить отношения, начальник с подчиненным и так далее. То есть самая первая ошибка заключается в том, что попытка в условиях боли или в условиях этих отношений, в которых есть какая-то трудность, установить отношения не дает никакого результата. Причина заключается в том, что отношения между людьми всегда устанавливаются внутри, на тонком плане. И они устанавливаются не во время разговора. Это внутреннее чувство, которое формируется. Самое лучшее его формировать с помощью молитвы, с помощью духовной жизни. Например, у вас в Омске здесь такой был случай интересный. Одна женщина, она подошла ко мне и сказала, что у нее такая проблема, ее сын, он болен психическим заболеванием. И когда начинается приступ, то он запирается в доме и не ест ничего. И когда, если кто-то пытается к нему прийти, в его квартиру, то он пытается покончить жизнь самоубийством. Ну, то есть такая сложнейшая ситуация. Ему нужно было дать лекарства, транквилизаторы, чтобы он вышел из приступа. И женщина, она не знала, что делать, как до него достучаться, как до него дозвониться. То есть она боялась его трогать, потому что боялась, что он погибнет. И она начала вот так повторять, я желаю всем счастья, настраиваться на святость, вот как мы с вами тренируемся. И она непрерывно начала это делать, думать о нем. И вот так начала в таком состоянии пребывать. И постепенно она почувствовала сначала вот эту боль по отношению к нему, трудность какую-то, что все плохо, все тяжело. И потом постепенно она почувствовала чистоту в этих отношениях. Она почувствовала, что становится легче. Она почувствовала, что можно что-то сделать, что-то поменять. В результате, через некоторое время он сам позвонил ей и сказал, мама, приходи, я хочу тебя видеть. Хотя он был невменяем полностью, он ничего не соображал. И когда она позвонила, он сам открыл ей дверь, но больше он никого не впускал. Больше никто не мог войти в эту квартиру. И она в пищу подмешала, транквилизаторы, таблетки, и он постепенно пришел в себя. Этот случай указывает на то, что даже когда человек в невменяемом состоянии находится, все равно связь внутри сердца остается. И можно даже такого человека, с таким человеком поменять отношения. Я уж не говорю об отношениях просто людей друг с другом, которые имеют трезвое восприятие мира более-менее. Ну, то есть, просто этот метод работы над отношениями, вот такой вот, он мало кем изучен, мы не знаем. Но это древняя культура, это древний способ решать вопросы. Со шнуром осторожнее. Меня избавили от этого стола большого, от него устал уже. Очень благодарен всем. Сейчас еще здесь тоже поменяем систему. Все, мы победили. Таким образом... Меня слышно, да? Хорошо? Нормально? Таким образом, есть определенный способ, который реально меняет все в жизни. Но надо немножко учиться трудиться в этом плане, в этом способе. Потому что другие способы не работают. В целом, надо понять одну вещь, которая описана в древних писаниях священных, что мы с вами связаны друг с другом, с близкими людьми, особенно с родственниками, с теми людьми, которые связаны с нашей судьбой, которые сильно влияют на нас, которые вызывают страдания у нас в сердце. Мы с ними, со всеми связаны в сердцах, в сердце связаны с этими людьми. И именно наша судьба реализуется через этих людей. И для того, чтобы отношения поменялись, для этого нужно вспомнить святого человека или святой объект какой-то, начать ему кланяться, повторять молитву или повторять «Я желаю всем счастья». И так как боль всё равно в сердце есть, а боль означает объём работы всего лишь и всё, это означает просто, что у меня есть трудность вот там вот в этом направлении. И память указывает, в каком направлении трудность. Человек вспоминает святость, означает контактировать с источником энергии, с источником чистоты любви. И начинает вот это поклонение, молитву. И постепенно память об объекте, который вызывает трудность, начинает становиться легче. Человек начинает чувствовать, что ему легче. И постепенно в какой-то момент он начинает чувствовать, что не так всё плохо, что он может справиться с этими отношениями. Это реальное ощущение возникает в сердце. Потом постепенно, сначала ему кажется, что он может справиться с отношениями. Потом постепенно из его сердца вот этот источник энергии счастья начинает перетекать в сердце того, с кем конфликт. И тогда в какой-то момент, когда там начинаются перемены в том сердце, в отношениях, то человек начинает чувствовать, что этот человек другой, неплохой. Начинается вспоминаться о нём хорошие события, что есть хорошее. Между нами было много хорошего, начинает вспоминаться. И потом, когда ты видишь уже этого человека, ты можешь ему улыбнуться, и он реагирует тоже нормально. Продолжение следует...